МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ракеты, фонтаны, петарды, батареи салютов и хорошее настроение вы можете приобрести в магазине «Фаербах» на парковке у торгово-развлекательного центра «Премьер». И вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. Водителям и пассажирам теперь нельзя выкидывать незатушенные окурки из окон автомобилей. Новые изменения в правилах противопожарного режима. В Ряжске погибла целая семья о происшествиях, которые случились на территории региона в новогодние выходные. Как начать работать после продолжительных праздников? Советы специалистов. Спортивная Рязань. О прошедших соревнованиях и Кубке Кремля среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет. Первый рабочий день Нового года запомнится жителям центра Рязани. В результате прорыва теплотрассы 9 домов остались без горячей воды. Инцидент произошел на перекрестке улиц Веденской и Горького. Под удар попали дома, в том числе расположенные на улице Почтовой. В течение дня на месте велись ремонтные работы. Прорыв теплотрассы удалось быстро локализовать. Однако движение автомобилей на перекрестке было затруднено на протяжении всего дня. Полностью отремонтировать дорогу в этой части города планируется уже в среду. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил изменения в правилах противопожарного режима. Правительство обязало владельцев земельных участков в населенных пунктах, дачных и садоводческих товариществах заниматься регулярной уборкой территорий и покосом травы. Изменения коснулись и других категорий граждан. В частности, запрет на выброс окурков или открытого огня с пичками и так далее из окон транспорта. И также будет запрещено высаживать культуру, то есть зерновую культуру, вблизи железнодорожных дорог и автомобильных дорог. То есть для того, чтобы исключить сгорание сельскохозяйственных угодий. Данный документ пока не поступил в Главное управление МЧС России в Рязанской области, однако спасатели уже готовы к нововведениям. Кроме того, в МЧС прокомментировали ситуацию, которая складывалась на протяжении новогодних каникул. С 30 декабря по 8 января на территории области произошло 22 пожара. Пострадало и уничтожено 29 строений. К сожалению, трое человек у нас погибло. Это в различных районах области. В Ряжском районе, Сасовском и в Рязанском районе. Спасен был один человек. 57 человек было эвакуировано, в том числе двое детей. Крупных пожаров по повышенному рангу зарегистрировано не было. Если сравнивать с прошлыми новогодними каникулами, статистика говорит о том, что в этом году за тот же промежуток времени случилось на два пожара больше. А количество погибших в результате возгораний не увеличилось. После ДТП с маршруткой, которое произошло в центре Рязани вечером в субботу 6 января, в больнице остается 10-летняя девочка. Авария случилась в центре Рязани. Об обстоятельствах произошедшего, а также о том, какие итоги охоты на пьяных водителей подводят госавтоинспекторы, в следующем материале. Крупная авария в центре Рязани. Маршрутное такси врезалось в троллейбус. ДТП произошло в субботу 6 января на улице Ленина. Пострадали 8 человек, в том числе трое детей. На сегодняшний день в больнице остается 10-летняя девочка. Причина аварии – несоблюдение водителем маршрутки безопасной дистанции. Он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. 2 января примерно в 14 часов 45 минут в Рязани напротив дома 53 на улице Октябрьская 29-летняя жительница областного центра, управляя автомобилем ВАЗ 14-й модели в состоянии алкогольного опьянения, не исправилась с рулевым управлением и совершила наезд на препятствия в виде мачты городского электроосвещения. В результате ДТП женщине и ехавшему с ней пассажиру-мужчине понадобилась медицинская помощь. В ходе выяснения обстоятельств происшествия стало известно, что женщина села за руль автомобиля, не имея права управления транспортным средством. При ее освидетельствовании алкотестер показал более 2,5 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. За новогодние праздники в Рязанской области поймали около 80 пьяных водителей. Пять человек отказались от освидетельствования и 15 повторно сели за руль в состоянии опьянения. Столкновение маршрутного такси под управлением 31-летнего водителя и троллейбуса, по предварительной информации, произошло из-за того, что водитель маршрутки не соблюдал безопасную дистанцию между транспортными средствами. В момент ДТП в салоне транспортных средств находились пассажиры. По уточненным данным, пострадали водитель и 9 пассажиров маршрутного такси. Из них трое несовершеннолетних. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются. Напомним, за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. В Следственном комитете Российской Федерации по Рязанской области рассказали о гибели целой семьи. Происшествие случилось 2 января в Ряжске. Установлено, что смерть женщины и ее дочери 2012 года рождения и сына 2015 года рождения наступила от отравления угарным газом. В рамках расследования уголовного дела следователями изучаются вопросы исправности установленного в Доме газового оборудования, а также правильности его эксплуатации. Кроме того, следователями будет дана юридическая оценка действиям сотрудников газовой службы. Расследование уголовного дела продолжается. К другим темам. Рязань вошла в десятку бюджетных городов для туристов в новогодние праздники. Список популярных для недорогого отдыха регионов опубликован на одном из сервисов бронирования отелей. Выводы сделаны на основании мониторинга брониотелей и апартаментов с 1 по 8 января 2018 года. В него не попали курортные города. По данным портала, в основном туристы бронировали отели на период от полутора до трех ночей и тратили на проживание от 1000 до 2000 рублей в сутки. Рязань по результатам подсчетов в рейтинге бюджетных городов оказалась на девятом месте. К сожалению, длинные праздничные выходные подошли к концу, а значит пора настраиваться на рабочий лад. Для кого-то это не представляет труда, а вот другие мучаются, пытаясь заставить себя вновь заняться делами. Как справиться с нерабочим настроением узнавала Ирина Ковалева. Первый рабочий день в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике проходит легко и весело. Никто не жалуется, все работают. Может быть причина в том, что выходных у них было чуть меньше. Большинству пришлось поработать и в праздники. А может они знают какой-то секрет. Научный сотрудник музея Юлия Иванова от коллег не отстает. Она, как всегда, бодра, весела и готова к совершению трудовых подвигов. И никаких усилий для этого она не прикладывала. Разве что заранее начала готовиться к выходу на работу. За два дня я постаралась подготовиться к началу рабочей недели. И, соответственно, сон пришлось перенести на более раннее время. И в первый день, конечно, за все хвататься сразу нельзя. Поэтому потихонечку новые дела, которые будут в этом году, вот я составила небольшой списочек и вот потихоньку-потихоньку начинаю его выполнять. А еще можно чуть продлить праздники. Принести на работу мандарины и почаще устраивать небольшие перерывы в работе. Именно таким образом и советуют вести себя психологи и психотерапевты. Ведь подобные несложные и разумные действия под силу выполнить любому. Они не требуют специальных знаний и приема лекарственных препаратов. А их эффективность не вызывает сомнений. Распланировать что-то, сделать вот эту неделю, она короткая, тем более у большинства россиян, сделать ее визуально и по ощущениям исполняемой и завершаемой хорошо. То есть написать какие-то проектик такой небольшой, распланированный тайм-менеджмент, но такой несложный. Чтобы узнать, что вот она, конечно, скоро выходные, мы снова отдохнем и уже тогда мы начнем работать на полную катушку. Однако многие россияне продолжают тяжело вздыхать и жаловаться на невозможность войти в рабочий ритм. А тем временем специалисты отмечают, слишком много внимания мы уделяем данному вопросу. В их числе и доцент кафедры психиатрии РСГМУ Алексей Меринов. Отдых, он подразумевает состояние хорошее, приятное. Поэтому говорить, что мы откуда-то там выходим на четвереньках с трудом, мне бы этого не хотелось. Я посмотрел в этом году, как россияне отдыхали, то есть я видел, кто-то там нашел снег и катался и на горных лыжах, и на равнинах, кто-то занимался еще чем-то. Мы посещали друзей, мы посещали знакомых, родственников, где-то кто-то путешествовал. Я просто смотрю инстаграм, знакомых очень много положительных эмоций. Я думаю, что этим людям выйти на работу после праздников будет несложно, потому что они действительно полноценно и хорошо отдохнули. И тем не менее, стресс после длительных выходных вполне реален по двум причинам. Первое – это сумбурный отдых, после которого человек чувствует себя разбитым и нетрудоспособным. В этом случае прислушиваемся к уже данным советам. И еще один фактор – недовольство своей работой. Ведь к любимому делу обычно приступают с радостью. В этом случае есть повод задуматься о смене рабочего места или внесении каких-либо изменений в рабочий процесс. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В эти дни в Рязани проходит международный теннисный турнир «Кубок Кремля» среди юношей и девушек до 15 лет. Торжественное открытие турнира состоялось 8 января в Академии тенниса имени Николая Озерова. А во второй день соревнований наш корреспондент Алена Куколева побывала на кортах. Замах, удар, доля секунды и очередь отбивать уже у другого игрока. На кортах Академии тенниса в эти дни горячая борьба за Кубок Кремля. В международном турнире принимают участие 120 спортсменов из Германии, Канады, Кипра, Румынии, Украины, Франции и Швейцарии. Всего 16 стран. Престижные соревнования проходят на Рязанской земле в третий раз. Много престижных турниров отдали нам в Рязань в Академию. То есть у нас проводятся такие турниры, например, в этом году это Кубок Кремля, Кубок Озерова Николая Николаевича. Это турнир, в том году он был второй международной категории, до 19 лет тоже очень считается престижный турнир по юниорам. И в этом году еще будет у нас командное первенство России до 19 лет в октябре. Впереди у спортсменов несколько дней упорной борьбы. Рязань представляют пять юношей и пять девушек. Организаторы уверены, кто-то из нынешних участников Кубка Кремля обязательно станет звездой мирового тенниса. Это турнир для сильнейших представителей в этой возрастной группе до 14 лет. Европейский турнир, очень много странных участниц в этом году. Первый сейный в турнире четвертый, четвертый в Европе и третий в Европе. Так что состав очень хороший и ровный, что будут захватывающие матчи 100% на этой неделе. В числе главных задач таких соревнований – отбор сильнейших спортсменов. В будущем они войдут в резерв национальной сборной команды России по теннису. Также тренеры уверены, проведение турниров как Кубок Кремля увеличит интерес к теннису, и желающих научиться профессионально играть будет больше. Игры международного турнира Кубок Кремля продолжатся на кортах Академии тенниса до 15 января. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». И еще немного о спорте. В Рязани прошел четвертый чемпионат России по мини-футболу среди врачей. Соревнования состоялись в праздничные дни 4 и 5 января на площадке «Арена Трон». Этот чемпионат стал самым крупным за всю свою историю. Честь нашего города отстаивала команда под названием «Выпускники РязГМУ». Игру посетил Валерий Седов. Звучит свисток, и команды вводят мяч в игру. На поле первый матч рязанской команды в чемпионате. Их соперники – врачи из Архангельска, с которыми они встречаются впервые. Тренировки не прошли даром, и в первом тайме выпускники РязГМУ уже забивают гол. Расслабляться пока рано. В любой момент ход матча может измениться. Атака за атакой, рязанская команда продвигается к воротам соперника. Несколько минут и еще один гол. Автор второго гола – Алексей Буданов, капитан команды. Он работает нейрохирургом в областной клинической больнице. Что примечательно, его коллеги про увлечение футболом знают. И многие присутствуют среди болельщиков. А поддержка команде нужна всегда. Звучит финальная сирена. Счет встречи 3-0. Стопроцентный результат. Забили 3 гола и не пропустили. 3 очка у нас в копилке. Еще две игры в группе. Будем стараться там. Собрать четко, внимательно и уверенно. Волнение есть, потому что свой чемпионат. Тут надо как бы доказывать. Вроде болельщики пришли все смотреть. Но сейчас после первой игры мы справились. Волнение. Я думаю, что что-то хорошо. После первых матчей состоялась церемония открытия четвертого чемпионата России по мини-футболу среди врачей. Спортсменов приветствовали председатель Рязанской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Наталья Шамбазова и ректор Рязанского государственного медицинского университета имени Академика Павлова Роман Калинин. Наверное, это один из лучших ответов тем, кто рассуждает. Выборная страна или нет, выборная. Выборная страна. У нас самая главная мотивация, желание, командный дух, то, за что вы играете. И я желаю вам играть за свой регион, за больницу, лечебную, образовательную организацию. Побежайте, друзья. Проиграл, что здесь уже нет тем, что вы играете, тем, что вы приехали. Вас объединила медицина и футбол. Это прекрасно. Я желаю вам успеха и памятника. 4 января рязанская команда сыграла еще две игры с Волгоградом и Астраханью. К сожалению, выпускники РязГМУ потерпели поражение в обоих матчах. Тем не менее, из группы команда вышла. И в четвертьфинале они проиграли только одну игру. Сильнейшей команде из Санкт-Петербурга. Чемпионом турнира стала команда из Москвы. Рязанская команда заняла почетное пятое место. Что интересно, они обошли и Астрахань, и Волгоград. На церемонии награждения присутствовал первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Грачев и ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова Роман Калинин. По словам и болельщиков, и организаторов, четвертый чемпионат России по мини-футболу среди врачей стал одним из самых запоминающихся. Интересные матчи, яркие моменты и порой даже забываешься, что на поле играют обычные врачи, а не профессиональные футболисты. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Ежегодно 9 января отмечается народный праздник – Степанов или Стефанов день. Это дата, когда православная церковь чтит память первомученика апостола и архидиакона Стефана. Праздник проходит в святые дни или, как их называют в народе, в святке. О том, какие существуют особые традиции, в этот праздник расскажет Валерий Седов. Архидиакон Стефан является первомучеником христианской церкви. Такое звание он получил за свою веру и силу слов. Стефан начал вести проповеди в Иерусалиме. За одну из них он был привлечен к суду и побит камнями. На последнем дыхании он вознес молитвы Господу Богу, и тот принял его душу, тем самым показывая его чистоту перед ним. Сегодня, вспоминая архидиакона Стефана, православная церковь чтит его особым богослужением, особым молитвенным, скажем так, собранием. Стефан считался покровителем домашнего скота, особенно лошадей. В этот день их поили через серебро, чтобы не болели и были добрыми. А у девушек существовала необычная традиция – хоронить свою печаль. Для этого они устанавливали так называемую пагубную чашу, в которую, подходя по очереди, выливали воду из принесенных собой сосудов. Считалось, что таким образом они смывают тоску сердца. Стефанов день традиционно выпадает на святую неделю. Несмотря на запрещение церкви, в России было принято каледовать, ходить по домам и петь песни. Для девушек святки были необычным временем. Отразилось это и в литературе. Раз в хрещенский вечерок девушки гадали. Почему-то считается, что в эти дни церковь дает послабление на гадания. Однако это совсем не так. Порою национальные традиции идут в противоречие, вступают с традиционными христианскими ценностями. Поэтому никаких гаданий для православных христиан, никакие гадания даже в эти дни, они неприемлемы для православных христиан. В народе говорили, пришел Стефан, на нем красный жупан. Жупан – это название костюма. Смысл пословицы был очень прост – стоит ждать морозов. После теплого и бесснежного Нового года это только к лучшему. Народные приметы подтверждают и синоптики. В первой половине недели ночью ожидается минус 4, минус 9 градусов, днем минус 2, минус 7. А вот в выходные дни в центре скандинавского антициклона становится ясная морозная погода. В ночные часы 13 и 14 января температура воздуха по области местами опустится до минус 15 градусов. Ну а днем всего лишь 5-10 со знаком минус. И это норма для этих дней января. По словам синоптиков, уже с начала недели характер погоды сильно изменился и стал похож на зимний. Атмосферное давление будет расти, а долгожданный снег, увы, выпадет только один раз – 11 января. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Роман Вихров. Телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте. До встречи. Внимание, внимание! Сообщаем сводку от Новый год информбюро. Сегодня войска Деда Мороза обнаружили группировку настоящих европейских салютов. Город Рязань, торгово-развлекательный центр, премьер, павильон на парковке. Салюты были окружены и сейчас сдаются на наших условиях. 50% от суммы покупки каждому покупателю в подарок. Успей, будем держать акцию до 27 декабря. Повторяю дислокацию. ТЦ «Премьер», павильон на парковке. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир. Высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok